Я забираю в облаке рая на миллионы лет Неосторожно, в год набираю и выбираю свет Специально для Евгения Николаевны, которая говорит Показывайте, показывайте! Сегодня эксперимент с минтаем в русской печке Выкладываем рыбу Я думала на дно, Андрей говорит, можно вперемешку Сейчас я серединку положу, картошечку У Малахова в Москве наше Росвидение А там показывают наших земляков из Шенкурска Семейная пара толстиковых А у меня тоже есть родственники толстиковые А я работала медсеструшкой толстиковой в Архангельске Я имею ввиду Шенкурске толстиковой Татьяна Ивановна толстиковой, она же наша родственница Точно, точно Так что не исключено, что это какие-то наши дальние родственники Да, да, вот у Татьяны точно Ивановны Красота просто Вот он В таком доме они живут Супер Дрика, достань картошки Да, так картошки Потнул полез Прям в квартире, что ли Смотри Я сказала, что лучше мы молоко дольем в плошку И наконец сделаем топленое молоко в печке Молоко ковбой Томится Сам ты томится, тонится Это у них там томится А у нас тут томится Так, смотри Теперь я залью Ладно, ради такого случая уж не пожалею Молока ковбоя Ковбойское молоко Да Лучше, чем козье Это же быстро приготовиться Не надо же томить Томить Там полдня Тойма мне что-то напоминает Тойма Ну в тойме все тоймятся Да сами-то тоймятся Они тоймятся, а томятся Вот как Шенкурс прогринел Отправляем ее В командировку Плавала она в студеной воде Белого моря Теперь Ментай-то, конечно В норвежском плавала Крусти готова Сейчас положу масло От Манглэла И потом, чтобы зарумянилось Без крышки Звучат кулинарные фанхары Ходила вокруг кругами Когда-когда Я уже от голода умираю Только запах на весь дом Да на улице, наверное, все собаки сейчас скулят Со всей судорой сбежались к нашему дому Во! Вот она Как же здорово! Ой, как пахнет! Смотри, какая зажаристая Стань! Я уже не один раз вспомнила Про то, что Помнишь, когда мы были в Долматово Там были латки Ну, точнее, я Алевтина последнюю сбрала Вот! В общем, нам ее остро не хватает На основу ехать в Долматово Интересно, Алевтина готовит в латке Я у нее спросила Она что-то не ответила Ну как! Самое главное, что мне нравится Что просто Что просто Очень вкусно Вообще Соевый соус Не, был у наших великих предков Ты чего там? Ты меня пугаешь Смотри Вот По дну По дну Чтобы оно вошло Через дно Потом Поднимаем Топленое молоко Сергей Петрович Зря вы уехали А, покажи, покажи ему Что там слюдка Все А, видишь, прям ли прилипла пенка Но я ее сейчас утоплю еще Потому что чем чаще Ну, чем больше Стопенок утопишь Тем толще будет пенка и туговая Аппетит Аппетит приходит во время еды Мы достали горшок Который привезла нам Катерина Николаевна Катерина Николаевна Ваш горшок пошел в дело Завтра узнаем Что там у нас получится Не смущай меня За коров За коров Которые делают молоко Оно правда Реально, Андрей Густое Все-таки она вкусная Как будто блины ешь Вот На Тебе ложечки деревянные И молоко попробуй Тебе понравится Станить Правда вкусное? Фантастическое Оно густое какое-то, да, стало? Ореховое Ореховое С вот кого-то Слушай, мы сейчас с тобой не сможем с электрической плитки есть Ты думаешь, почему раньше бабушки не любили? Будешь пеночку? Я с тобой поделюсь Сказка Короче, посмотрели мы тут одного дяденьку прислали в группу Я Прогресса Военный конфликтолог Военный конфликтолог Который пытается анализировать Юрию Подоляку А у него на руке красная ниточка Повязана Я Андрею рассказываю Что Я знаю Такие ниточки носят в трех случаях В первых случаях Начали носить это в 90-е каббалисты Их каббалисты научили Что надо так правильно Потом я увидела ее у одной женщины Вернее, одна женщина повязала мне на руку Эту красную шерстяную ниточку Она Украинка Потомственный Костоправ Она снимала мне испуг Потому что я попала в аварию Очень боялась ездить на машине На пассажирском сидении А потом мы несколько раз видели Такие красные ниточки У тех, кто чрезмерно увлекся Славянской темой Им тоже казалось, что это правильно Видимо, они про каббалистов И про украинских потомственных Костоправов Не знали И вот сейчас Андрей рассказал еще один прикол По поводу этих красных ниточек У нас в школе Все мальчики практически Которые ходили с девочками Я надеюсь Что это у нас? Ну что-то упало Ничего такого Барабашки же на живот Я надеюсь Всем понятно Что значит Он с ней ходит Или эта девочка Ходит вот с тем парнем Вот такие пары Юношеские Подростковые Они, как правило Носили на запястье На левой руке Красную ниточку Которую оберегала От сглаза То есть девочка Своему возлюбленному парню С которым она ходит Завязывала красную ниточку Чтобы соперницы Не дай бог Не сглазили ее любимого Ну и чтобы видели Что он занят Да, он занят А мальчики девочкам Не вязали Синие ниточки? Нет Красные ниточки были И у мальчика И у девочек А, вот Поэтому Посмотрев на этого конфликтолога Который так гордо сидит Руки оголенные И есть красная ниточка Нам трудно сказать То ли он каббалист В любом случае То ли он с девочкой какой-то ходит В любом случае У человека непорядки Что-то с головой И пытается он себя Представить умного человека Образованного Который может критиковать Вот Фантасмагория Ну ты просто Шевелишься на стуле Поэтому Думаешь Барабашу Давно не кормили Давай сегодня молочко Нормили Ну Варь, Васильевна Мы это Вот барабашки Даже Возмущаются В любом случае У человека Не все в порядке С головой Когда он Такую ниточку носит Правильно? Ну да Уже воспринимательный Считать его серьезно Я никак не могу Сегодня у нас В русской печке Старинное Чудское блюдо Мульгикапс Называется Мульгикапс Смотри потом расскажет В общем Мясо Которое вчера Привезли наши друзья Аркадий и Юлия Шадрины Заехав к нам в гости По пути из Москвы Свинина Перловка Столь любимая Всеми солдатами И кислая Квашеная капуста Мэйдина Светлана Александровна Стрюкова Сейчас все это соединим Зайдем водичкой И в печку Закрыл капустой Пропорции Две кружки крупы Шесть кружек воды Теперь понял Почему Золушка Чумазая была Потому что ей приходилось Лазить за кашей Кашей Горшки Катерины Николаевны Не горячая Чувствую Теплая Спичка холодная А в горшке Каша теплая Ну разбухла Вкусная Пойдем мне снимать Давай есть Мы сегодня говорим о самом интересном О наболевшем Но в основном о том О чем нас спрашивают Наши телезрители Итак Перед началом Нашей передачи Напомню дорогим телезрителям Что вы присутствуете При эпохальном проекте Вы участвуете В восстановлении Дома 18 Древни Пайтовская Судрама Этот дом 1902 года Постройки Является настоящим шедевром Деревянного Городского Мещанского Зодчества И мы с моей Любимой женой Еленой Игоревной Взяли кредит Для того Чтобы выкупить Этот дом Точнее часть дома Чтобы его спасти От полного Разрушения Поэтому Под роликом Стоит ссылочка На которую Можно нажать И перечислить Сумму Любую Которую вам не жаль Потерять Если вы хотите Нам помочь Потому что Вы наверное понимаете Такой огромный дом Чтобы потянуть Нужно быть миллионером А мы не миллионеры На самом деле Огромное количество людей По какой-то причине Не знает Или не понимает Что значит Летосчисления До Петровских времен От сотворения мира Но Это не самое Удивительное для меня Потому что Например Я об этом знал Вообще-то Со школьной скамьи Я прекрасно помню Наши уроки Истории школьной Отлично помню Нашу учительницу Историчку Раису Васильевну Бостракову Царство ей небесное Как кисы мазыха Ну Друзья В общем Понимаю Что Вопрос актуальный И мы сегодня Об этом поговорим Значит Сначала я зачитаю Весь вопрос Валерия Валерий Оголь Наш замечательный друг Значит Он Пишет следующее Предлагаю тему Следующей встречи Славянская В скобочках Старорусская Допетровская Летосчисление От сотворения мира В звездном храме Кадыкчанские Смотри Я уже научилась Смотри Опа Так Тихо-тихо-тихо Я уже недавно проверяла Она готова Целая кастрюля Мульгикапсет Или как он правильно Так Правильно Мульгикапсет Чувствуешь, да? Да Садись Запах волшебный Ты расскажешь Что такое Мульгикапсет А то никто не знает Жемчужная крупа И капуста Но у нас она еще и с мясом Жемчужная крупа Она же Дробь 16 Она же Перловка Я уже рассказала Что это традиционное Чудское блюдо Ну да Или все-таки Эстонское Да не Я думаю Что это все И финны И карелы Это все Чуть так И русские И белорусы Поэтому Ну да Просто им Да У них из национального блюда Только селедка Сметане Вот И Мульгикапсет Ну раньше Камни По-другому Невушка Назывались Изумруд Это сморакт А Жемчуг Это первый Почему Первый На разных языках В английском языке Тоже первый А на эстонском Мульги Мульги А капуста По-эстонски Капсет Ну это Логично Люлька Как молоко На всех языках Молоко Так же Капуста Так же Капуста Глаз не меняются А согласные Все Одинаковые Выключай Все Начинаем Поглощать Продолжение Следует Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует...